МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом номер 35 по Таврической улице привлекает внимание своим необычным и внушительным видом. Полукруглый угловой фасад здания с арочными окнами выступает над мостовой и напоминает башню. Под именем башни на Таврической он и вошел в историю отечественной культуры. Это здание с причудливыми линиями и роскошным декором было возведено в начале прошлого столетия по проекту молодого архитектора из Ростова-на-Дону Михаила Николаевича Кондратьева для купца Ивана Дернова в качестве доходного дома. Одним из квартирантов Дернова оказался поэт Вячеслав Иванов, вернувшийся из Европы на родину в 1905 году. Необычная круглая комната на шестом этаже, стеклянный купол крыши, витражи, а также новомодное усовершенствование в виде лифта необычайно понравились поэту и послужили выигрышным фоном для литературных сред, которые он стал устраивать, едва обжившись на новом месте. Каждую среду, ближе к полуночи, в башне на Таврической собирались поэты, философы, сочинители, как уже известные и прославленные, так и пока еще никому не известные. Здесь в разное время побывали Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус, Федор Сологуб, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Андрей Белый, философ Николай Бердяев, Велимир Хлебников и многие-многие другие. В 1906 году летней ночью на крыше башни молодой Блок читал восторженным слушателям незнакомку. По словам самого хозяина башни, с ее крыши открывался вид на панораму Петербурга до самых дальних лесов. Посещение салона считалось чрезвычайно почетным. Приглашение на Ивановские среды делало молодого поэта или философа избранником, приобщало его к творческой элите Серебряного века, служило признанием таланта. Идеологом этих встреч и властителем дум бессменно являлся сам Иванов. Мудрец и маг, как называли его посетители башни, рафинированно образованный, всегда невозмутимо спокойный и одновременно эксцентричный, с золотой гривой волос, одетый в черный сюртук с черным галстуком, завязанным бантом. В роли хозяйки салона царила его супруга, поэтесса и писательница Лидия Зиновьева-Анибал, происходившая из рода Абрама Петровича Ганнибала, легендарного предка Пушкина. Во внешности Лидии Дмитриевны сохранялись некоторые черты предков. По наблюдениям современников, она напоминала маленького льва. Экзотичность ее облика дополнялась необычной манерой одеваться. Хозяйка башни имела обычай носить алые хитоны, игнорировала стулья и кресла, и вместе с гостями сидела на полу, устеленном коврами. В 1907 году Лидия Зиновьева-Анибал внезапно умирает от скарлатины. Собрания на башне временно прекращаются. «Боль смертная, то и смерти все жива», напишет Вячеслав Иванов в письме к другу много лет спустя. Однако в следующем году встречи по средам на башне возобновляются. Но носят уже другой характер. Становятся слишком шумными, многолюдными, на них преобладает поэтическая молодежь, задающая новый тон. «Скоро умерла и душа этих сборищ», пишет активный участник сред, философ Николай Бердяев. А сам Иванов в 1912 году уехал за границу, а башня прекратила свое существование, оставив ярчайший след в культурной истории Петербурга и всего Серебряного века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...